Западные СМИ обвиняют Россию в нападении на Украину, продолжая штамповать статье о героической борьбе украинской армии с агрессором. Особое место они отводят Мариуполю, где уже месяц доблестные защитники отвивают атаки российской армии, называя заявление Москвы об окопавшихся там националистах выдумками и пропагандой. Однако все тайное когда-то становится явным, в Мариуполе побывали корреспонденты некоторых иностранных изданий, вот только американских среди них не было, боятся в Вашингтоне, что кто-то из них расскажет правду и рухнет миф об Украине, так тщательно выстраиваемый Запад. Однако и среди тех, кто посетил город, нашелся человек, написавший правду, это итальянский журналист Джорджио Бьянки. Итальянец пообщался с местными жителями, которые рассказали все и безпрекрас о происходящем в городе, о том, как украинские националисты держали людей в подвалах без пищи и воды, используя их в качестве живого счета, и о многом другом, о чем не пишет. После уведенного и услышанного журналист написал обращение к президенту Италии Серджио Маттарелли, в котором заявил, что Запад потерял связь с реальностью, выдавая нацистскую Украину за демократическое государство. По его словам, Украина перестала быть демократической после неонацистского переворота в 2014 году. Он обвинил тех, кто называет Владимира Путина преступником, и раскритиковал антироссийские санкции. Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает. Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла, преступники. Заявил Бьянки, журналист подчеркнул, что в городе находятся не героические защитники, как их преподносит Запад, а обыкновенные нацисты, использующие те же методы, что и фашисты во время Второй мира, они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об СС, книги о Муссолини. Добавил он, по его словам, Запад ошибается, если думает, что Россия проигрывает, все наоборот, Россия выигрывает. Субтитры создавал DimaTorzok